Вы знаете, сейчас самое главное для граждан получить возможность выйти в парки, скверы и так далее. Подождите, а куда именно далее? На площади, например. На площадь, Сергей Семенович, как раз не надо. Хорошо. Значит, тогда мы предлагаем график, когда те или иные дома могут выходить на прогулку. Схема у нас очень простая. У нас есть несколько категорий домов. Смотрите, сначала смогут гулять жители домов, окна которых выходят на северо-запад и юго-восток одновременно. Далее, конечно же, те, у кого дома параллельны экватору. И только после них дома, которые находятся в программе реновации с 23 октября прошлого года за пределами Российской Федерации. Вы знаете, это очень продуманная последовательность. Скажите, а есть ли рекламентация самой прогулки? Конечно же, есть. Мы три года разрабатывали ее, начиная с 2013 года. И закончили как раз в феврале этого года. Каждый гражданин в условиях ослабления карантина, выйдя на прогулку, должен пройти строго 50 метров от дома в направлении Северного полюса в поисках прогулочной парковой зоны. Если такая не обнаружена, допускается еще 30 метров движения в противоположную сторону. Придя в парковую зону, гражданам разрешается смотреть на насаждение, а также допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки. Сергей Семенович, какой плитки? Стандартный. Она в городе везде одинаковая. Далее. Взаимодействие с парковыми насаждениями допускается в свободной форме. Например, если один гражданин залез на дерево и повесился, то другой гражданин не должен снимать первого гражданина с дерева, а найти себе другое свободное дерево. Подождите, Сергей Семенович, как повесился? Почему? Как и все из-за карантина. Повесился на руках, я имею ввиду, чтобы, так сказать, растянуть залежавшийся позвоночник, грыжи и разного рода продрузии. Мы специально старались, чтобы в парках каждому хватило подедового, как минимум с одной крепкой и надежной веткой. По окончании отведенного периода прогулки дома меняются местами. Вы знаете, меня, как и всех граждан, интересует вопрос. Как вы будете контролировать, чтобы второй дом не вышел, пока первый гуляет? Это регламентируется штрафами. Если второй дом вышел на прогулку, а первый дом еще не отгулял свое, то первый платит штраф за второй дом в размере минимальной заработной платы в расчете по одному штрафу на жителя подъезда. А именно, за каждого второго жителя, каждого третьего подъезда, который не отгулял после трех часов прошедших суток, начиная со вторника. Очень все продумано. Только я вас попрошу, чтобы штраф был не более 5000 рублей. Он не должен превышать размер выплат помощи от государства. Конечно же, мы же гуманные люди. Скажите, а вот если весь подъезд решит разом выйти погулять, все же могут застрять в лифте? Это мы тоже предусмотрели. В лифте могут застрять всего лишь от 6 до 8 человек. Остальные же спустятся по лестнице и насладятся прогулкой. Ну что ж, прекрасно. И последний вопрос. Как вы назовете перечень этих мероприятий? Очень просто. График, чтобы подышать свежим воздухом. Сергей Семенович, перестаньте. Ну, какой свежий воздух в Москве? Хорошо, значит, свежий вычеркиваем. Дальше. Зачем слово воздух? Понятно, что люди и так дышат воздухом. Воздух убираем. Получается, график, чтобы подышать. Правильно? Звучит недемократично. Как будто мы хотим контролировать, кому, как и когда дышать, а кому нет. Да, мы иногда перекрываем некоторым кислород. Но не массом же еще пока. Поэтому предлагаю добавить одно слово. График, чтобы подышать свободно. Через день. Да, свободно через день. Отлично, будет исполнено.